Всем привет! Как вы думаете, как можно сделать торт такой формы? И сколько здесь ярусов? Три или два? Думаю, многие ответили, что три. Итак, в этом видео я покажу, каким образом можно сделать торт такой интересной формы, а также украшу его геометрическим узором, который создает иллюзию объема. Идею этого торта я увидела в инстаграм у Pauline Cake, но свой торт я сделала совсем другим способом, чтобы не было обрезков. Смотрите видео до конца, в конце вас ждет приятный бонус. Итак, я спекла шоколадный бисквит диаметром 16 см и ванильный бисквит прямоугольный размером 20 на 30 см. Каждый бисквит на 6 яиц, но ванильного понадобилось намного меньше. Из ванильного бисквита вырезаю кольцом коржи диаметром 11 см. Это будет верхний ярус. Ярусов будет только два. Собираю торты, нижние с белково-масляным кремом. Собираю его и затем устанавливаю вокруг него пленку и кольцо, чтобы торт был ровнее. Высота торта 12 см. Верхний ярус собираю сразу в ацетатной пленке. Здесь крем чист на сливках. Торты убираю на стабилизацию на 6-8 часов. Затем продолжаю. Верх второго яруса срезаю под углом. Далее покрываю торт ганашем на масле. Первый слой крема тонкий. А на втором слое уже делаю выравнивание шпателем. Нижний ярус просто покрываю и выравниваю ганашем. Также в два слоя. Через полчаса, когда крем хорошо застыл, делаю стандартное укрепление для двухъярусного торта. Устанавливаю центральную ось, обязательно опоры. Затем маленькую подложку и ставлю верхний ярус на нижний. Теперь начинается самое интересное. Будем придавать форму этому торту. Один угол уже есть, осталось сделать еще два. Для этого я спекла японский гибкий бисквит, который используется для обтяжки торта. Он очень вкусный и сочетается с любым кремом. Рецепт этого бисквита вы можете посмотреть по ссылке в описании. Я измерила получившийся торт. По факту мне нужен уголок высотой 7 см и еще один уголок высотой 14 см. Из бумаги я сделала шаблоны и по ним вырезаю детали из японского бисквита. На маленький уголок я наношу крем-чиз, тот же, что и внутри верхнего торта. И сразу устанавливаю бисквит на торт. Полосой этого же бисквита заканчиваю окружность вокруг торта. В зазор закладываю крем. Здесь срезаю лишний бисквит ножницами и поправляю крем. Убираю торт в холодильник, чтобы крем немного стабилизировался. И через полчаса наношу ганаш, выравнивая поверхность торта. На межъярусной дорожке стараюсь крем нанести так, чтобы создалось ощущение ровного среза торта. Это оказалось не так уж просто, пришлось повозиться. Далее устанавливаю второй уголок. На нем нанесен тот же белково-масляный крем, что и внутри нижнего торта, только без какао. Точно так же достраиваю всю окружность. И вот тут я поняла, что неправильно рассчитала высоту этого уголка, так как не учла, что высота торта увеличится от первого уголка. Поэтому добавляю недостающую высоту этим же японским бисквитам. И, конечно же, теперь пришлось исправлять эту линию среза. Она должна быть параллельной срезу на верхнем ярусе. Далее покрываю все слоем ганаша. И опять ганашем придаю форму межъярусной дорожки. Это был довольно долгий процесс. Я не пытаюсь делать выравнивание идеальным, так как торт буду декорировать пластичным шоколадом. И перехожу к декору. Сегодня у меня пластичный шоколад, который не нуждается в стабилизации. И его можно использовать сразу после приготовления. Этот рецепт скоро выйдет на моем канале. Ссылка на рецепт будет в описании под этим видео. Пластичный шоколад я разделила на 4 части. И окрасила 3 из них в черный, темно-серый и светло-серый цвет. Каждую часть шоколада раскатываю тонко, толщина до 1 мм. Под линейку нарезаю шоколад на квадраты размером 3х3 см. Затем каждый квадрат разрезаю дважды по диагонали, чтобы получить одинаковые треугольники. Проделываю это со всем шоколадом. Нарезание треугольников заняло больше часа. Теперь, начиная с низа торта, выстраиваю рисунок. В каждом квадрате нужно одинаково укладывать цвета. Внизу черный, слева темно-серый, справа светло-серый и сверху белый. Это достаточно просто, но так как треугольники нарезаны от руки, то они не идеально одинаковые. Поэтому слежу, чтобы диагональные линии внутри каждого квадрата совпадали. Каждый ряд квадратов сначала подравниваю линейкой сверху и затем начинаю делать следующий ряд. Таким образом выкладываю шоколад как мозаику по всей поверхности торта. Излишки выступающего шоколада просто срезаю ножницами. Следующую сторону декорирую точно так же. Сложность была в том, чтобы сделать точно совпадающую линию среза снизу шоколада. Делала это на глаз. Так постепенно заполняю узором весь торт. Периодически убираю торт охлаждаться. Выкладывание узора заняло около двух с половиной часов. Без учета перерывов. То, что мне казалось быстрым, оказалось совсем не таким. Но эффект действительно интересный. Создается геометрическая иллюзия. И когда не рассматриваешь детали, а смотришь на торт в целом, то кажется, что эти шипы выпуклые. Межъярусные дорожки я покрыла кандурином, античное серебро, разбавленным водкой. И заканчивая оформление вафельными орхидеями. Видео, как сделать такие орхидеи из вафельной бумаги, уже есть у меня на канале. Ссылку на него я оставила в описании под видео. Торт готов. А теперь бонус для всех, кто досмотрел это видео до конца. Только до конца лета в моем интернет-магазине Тирамису Ин ЮА вы можете получить скидку 7% на все товары для кондитеров. Для получения скидки в магазин нужно зайти именно по ссылке, указанной под этим видео. Бросайте товары в корзину, оформляйте заказ. После этого менеджер с вами свяжется и пересчитает сумму покупки с учетом скидки. На этом все. Если видео было интересным, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok